Когда полетели кепки в Москве, ты ожидал, что такое? Ты опять же говоришь, что много ребят за вас болело сегодня. Да, я сегодня на самом деле удивлялся на скамейке, что слышно наших болельщиков больше, чем московских было временами. И спасибо большое всем болельщикам за такую поддержку. Это очень приятно, и мы дорожим этим, мы ценим это. Кепка по 2000 рублей стоит, а люди не фигали тебе. А что, кстати, с ними делать? Потому что в Инхайлах там собирают на благотворительность. Тебе отдали кепки? Нет, я не знаю, что с ними будет. Всем привет, всем привет. Совсем недавно я побывал на просто феерическом, обалденном матче в Москве, в котором торпеда обыграла Динамо со счетом 7-1. Я понимаю, что болельщикам московского Динамо это слышать неприятно, но это видео посвящено торпеда, где есть Василий Атанасов, Максим Летунов. И я даже вставил видео Игоря Ларионова, когда я с ним общался в Балашихе, когда торпеда также феерически обыграл Витязь. Там были очень красивые комбинации. Так что фанатам торпеды и вообще любителям нашего хоккея, потому что торпеда – это команда открытия этого сезона, если можно назвать ее открытием, потому что она и в прошлом сезоне бомбила. Ну, в общем, все о торпеда здесь и сейчас. Смотри. Василий, на самом деле… Куда смотреть? На вас или? Да, сюда. Давай подвинься, чтобы баулом тебя не задавило. На самом деле невероятный матч, просто потрясающие эмоции. Как ты сам эту игру ведем, чувствовал? Да, втянулись просто хорошо, сразу же с первых смен начали. И хорошо в атаке получалось момент, свои реализовали и не отходили от своей игры на протяжении всех трех периодов, всех 60 минут и дали результат, который мы можем давать. Опиши каждый из своих голов, как ты, опять же, все это комбинации видел? Потому что Козлов сказал, вот там парень сделал хитрее, кому повезло. Где тебе повезло в каких-то моментах? А где было действительно все по делу? Ну, даже не знаю. Первый гол там Леша Кручинин на дальнюю отдавал, и там получилось то, что она от чужого игрока в ворота сошла. Второй гол на пятак не отдал передачу Сережа Гончарук, и там вторым касанием бросок пошел между ног вратарю. Не знаю, где здесь повезло. И третий гол, удачный рикошет, и даже не успел среагировать машинально, и руки бросили в ворота, и все. Когда полетели кепки в Москве, ты ожидал, что такое? Ты опять же говоришь, что много ребят за вас болело сегодня. Да, я сегодня на самом деле удивлялся на скамейке, то, что слышно наших болельщиков больше, чем московских было временами. И спасибо большое всем болельщикам за такую поддержку, это очень приятно, и мы дорожим этим, мы ценим это. Кепка по 2000 рублей стоит, а люди не фигали тебе. А что, кстати, с ними делают? Потому что в Инхейл их там собирают на благотворительность. Тебе отдали кепки? Нет, я не знаю, что с ними будет. Козырев в параллельном матче выиграл 10-1 в Сочи. Это просто невероятно, это показывает за то, что какой хоккей ставят. Ты что, единомышленники, они же по Сларионовым? Ну да, они тоже проповедуют тот же хоккей, что и мы. И у них получается хорошо, почему бы и нет. Мы не зацикливаемся на конты из соперников, мы смотрим за собой, за своей игрой. Выиграли в первом раунде в прошлом плей-оффе у Динамо, причем у них там серия шла по нисходящей. Можно ли сказать, что Динамо для вас удобный или наоборот вы для них неудобные? Не знаю, не знаю. Мы не делим соперников вот так вот на ранге какие-то, удобные, неудобные. Мы просто выходим и показываем хоккей, которые умеем играть. Несколько еще вопросов. Было что-то такое сегодня перед матчем необычное? Может, Лорионов что-то сказал? Какой-то такой необычный момент. Да нет, настраивался, как обычно, как всегда, на любую игру. Сделал что-нибудь от хитрик у себя? Шайбы что-то? Сохранил себе? Шайбу, да. Да? Ты можешь себе представить то, что побороться за лучшего бомбардира? Потому что у тебя сколько, 17 очков по 15 матчах, да? И что-то такое. Я не знаю, сколько. Ну, очко за матч ты превышаешь и реальный шанс есть побороться. Почему бы и нет? Буду стараться. И последний вопрос. Тогда к тебе Скаут Нэшу управлял интерес. Повысился интерес со стороны клубов НХМ? Или только в один, да? Нет. Хорошо, спасибо тебе большое. Вообще невероятная игра. Невероятные ощущения от хоккея. Насколько сами хоккеисты кайфуют от того, что происходило сегодня и на льду, и в раздевалке? Конечно, забивать всегда приятно, когда команда играет отлично. Игра идет, все в хорошем настроении. Поэтому будем проживать, работать и, надеюсь, получать удовольствие в каждой игре. Вы хороший игрок, но в этом сезоне у вас тоже что-то невероятно происходит. Во-первых, за счет чего? Может быть, так как-то летняя подготовка сказывается или как-то растет? В чем секрет? Ваши вещи? Ну, все-таки второй сезон, да, немного поувереннее себя чувствую, понимая игру немного лучше. И вся команда играет отлично, поэтому хорошее взаимодействие с партнерами. Мы тяжело сравнить КХЛ и НХЛ, но вы в Северной Америке провели достаточно много времени. Если так представить, вот Вася Атанасов здесь делает хитрик, ставит на уши эту лигу, он бы мог добиться чего-то там? Или это нельзя говорить, потому что есть игроки, которые не могут загорать там. Мазяки, например, будут здесь, там он даже не пытался. Ну, я считаю, если поставить такую цель, почему бы и нет. Поэтому время покажет. Насколько, опять же, торпеда меняет философию в лиге? Потому что сейчас параллельно Козырев сделал 10-11 в Сочи в гостях. Работал в штабе в том году. И действительно, вот один человек, Ларионов, да, единомышленники вокруг него собираются, и меняется лига сама. Уже мало кто играет от защиты. Ну, я думаю, просто игроки поверили, да, в этот хоккей тоже. И выполняют установку, поэтому и она работает. Поэтому будем продолжать работать и посмотрим, что из этого выйдет. Еще пару вопросов. Что-то было сегодня особенное такое? Какой-то, я не знаю, настрой, слова, малина, салат. Что-то было такое? Или просто день как день? Нет, ну, все-таки тяжелый соперник. Каждая игра тяжелая против них. И помним плей-офф, поэтому настраивались особенно на игру. А какой момент был ключевым в этом матче? Потому что второй период у Динамо катастрофически не получился. То есть, вы чувствуете, знаете, это, кстати, вот Динамо выиграл авангард, тоже было 6-0, и у них второй период у авангарда не получился. Вы чувствуете этот момент, когда соперник поплыл, и надо больше, 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 и ломается матч в итоге. Ну, чувствуешь, да, когда у тебя идет игра, у всей команды идет, нужно продолжать давить, и это получилось во втором периоде. Спасибо, удачи. Я получил прям невероятное удовольствие от хоккея, от тех шайб, которые забрасывали. Недавно было 90 лет Скотю Боуману. Можно сказать, что этот комплимент ему, потому что русская пятерка играл в такой хоккей, как сейчас он? Ну, естественно, Скати, человек, который оставил, наверное, оставляет большой след в хоккее, это вот то, что приносит радость, наверное, в игру. И, конечно, мы пытаемся, скажем, внедрить именно те моменты, о которых мы сказали по Плодорской пятерке, для того, чтобы ребята получали удовольствие именно от процесса. Результат, который был сегодня, да, он, понятно, приятен, да, но, с другой стороны, когда ты играешь правильно, когда ты креативишь и делаешь игру более эффективной, приходит результат. Поэтому, конечно, безусловно, влияние этого, значит, человека, этого метро игры, вот, и до сих пор он находится в полном порядке. Я с ним на тех разговаривал, и рад то, что он находит возможность следить за торпедой. То, что торпеда договорилась, подписала контракт, как со свободным агентом, с целой школой в Подольске, из которой вышли многие ребята, начиная с Понарина, это говорит о том, что молодежь вот хочет играть такой же хоккей, какой вы, про поездки в торпеды, это об этом можно сказать? Ну, вы знаете, да, я сегодня прочитал, мне Максим Гафоров говорил, наш генеральный менеджер, про это сотрудничество. Я считаю, что все направление того, что мы делаем, это для того, чтобы, скажем, вернуть те традиции, которые были утеряны. И для мальчишек, которые смотрят игру, которые смотрят игру по телевизору, которые смотрят игру живьем, приходят на матчи, читают на торпеды. Мы стараемся делать так, чтобы у них была мечта, мечта, которая вернуться в ту игру, не в работу, не в рутину, а именно в игру. Это, конечно, тоже касается тренеров молодых, которые работают с мальчишками, Их влияние, их педагогика на этих ребят, она огромная. Поэтому мы рады, что будем, скажем, мониторить эту школу, потому что на самом деле оттуда выходят очень хорошие игроки, которые где-то теряются по выходу, допустим, уже из детского возраста в молодежный и дальше. Поэтому будем смотреть, будем ребят привлекать, и это, наверное, даст нам возможность получать таланты, которые кто-то их не заметил. NHL, Лига молодых. Сейчас там Конор Бидарт не правил еще ни одного матча, он уже там одна из главных звезд, ему уже приз на церемонии NHL дают, он лучший игрок и хп. Вы делаете ставку на масочниках, два масочника, вы, кстати, лидер чемпионата, опять торпед на первом месте в таблице, и у вас играют два масочника. То есть это, получается, такой должна быть наша лига, потому что раньше там были ветераны главные звезды, а сейчас наши молодые. Ну, здесь балка о двух концах, потому что, во-первых, это определенный риск, который несет тренер или команда, да, но, с другой стороны, ты понимаешь, что этот талант у этих ребят и хоккейный интеллект, которым они обладают, я говорю сегодня про Силаева и про Артамонова, мы еще привлечем, привлекем одного-двух игроков из Чайки, которые нам приглянулись во время летнего сбора. И, безусловно, игра омолаживается, и, естественно, иметь, допустим, молодых игроков, и рядом с ними иметь игроков, которые по опыте, которые могут помочь раскрыться, это то, что делает развитие игрока гораздо быстрее, чем держать его на скамейке год, другой, третий. И в этом плане эти ребята теряют драгоценное время в своем развитии, поэтому мы стараемся так, чтобы они как можно быстрее становились взрослыми, но не спешим, но в то же время, скажем, их подталкиваем к тому, чтобы они были более ответственны и более, скажем, раскованы в своей игре, потому что для них это очень важно, когда они получают уверенность и становятся игроками, которые, в принципе, ничем не уступают, иногда и превосходят более опытных ребят. Поэтому молодежь должна играть, должна получать место в составе, и мы это делаем не потому, что мы хотим как-то выделиться, а делаем это только потому, что они очень хорошие игроки, и они дают посыл другим игрокам, если мы можем, почему другие не могут таким образом. Последний вопрос у меня такой, совсем скоро стартует сезон NHL, какая интрига, что интереснее всего лично для вас? Потому что есть миллион интриг, там, забьет ли Овечкин 50 голов в Детройт, там, при Азермании, станет ли команда опять крутой, играющий плей-офф, Каролина, ну, есть миллион вопросов, Вегас, там. Ну, вы знаете, здесь пока я не стараюсь обращать внимание на то, что происходит, так пробегаю, так мимолетом лагеря, потому что лагеря для меня история, которая мне знакома, потому что разные составы, разные просмотры разных игроков, поэтому пока сказать, что что-то такого я ожидаю, скажем, феноменально, пока не скажу, потому что мне хочется, чтобы, конечно, Детройт уже начал все-таки... Быть Детройтом. Быть Детройтом, который, да, который в наши времена, и я надеюсь, что у Стиви Азермана все-таки получится, чтобы команда начала все-таки добавлять и выходить в плей-офф. А по остальным командам, конечно, мы смотрим новые тренды, новые тенденции. Вы перенимаете в торпеды тренды оттуда? Ну, а почему нет? Конечно, да, здесь, допустим, игра Трайз Айтла, Ньюджин Хоффкинса и Макдэвида, она всегда мне импонировала, да, и многие вещи мы будем брать оттуда, от них, потому что, ну, они играют, на самом деле, они игроки фантастические. Тот же, тоже Колорадо, Маккеннон, Лангискок, Рантанен, Маккар, это тоже люди, которые вдруг могут учиться, поэтому для нас, в принципе, все двери открыты, и мы пытаемся брать самые лучшие для того, чтобы ребята могли быть не хуже, ну, хотя бы на уровне, а, может, даже лучше. Спасибо вам огромное за вашу работу. Спасибо большое, спасибо. 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 Спасибо.